Все это стрелковое оружие сегодня производится на одном из машиностроительных заводов Армении. Эти секретные цеха не допускаются посторонние. Долгое время держался в секрете сам факт хорошо отлаженного цикла изготовления вот таких снайперских винтовок. И это не случайно. Армения стала первым государством, которое сразу же после развала СССР приступило к самостоятельному производству оружия. Толчком к тому послужила война в Карабахе. В то время армянские отряды остро нуждались вооружение. Несмотря на официальное прекращение боевых действий в марте 1994-го, угроза их возобновления существует и поныне. Но зачем же Армении собственное производство вооружения, когда в случае необходимости его можно достаточно легко купить в третьих странах? Во-первых, потому что у нас географическое положение такое, что всегда нужно нас блокировать. А война дело такое, что можно и предусмотреть, можно и попасть. То есть свое производство дает возможность быть более-менее независимым и защищенным. И это так. Несмотря на то, что арсенал силукового оружия, производящегося в Армении, пока не велик, оно по своим техническим характеристикам не уступает известным образцам. Это снайперские винтовки трех различных модификаций. А сам арт по техническим характеристикам вполне сравним со знаменитым калашником. 14-зарядный армейский пистолет. И вот такой пистолет-пулемет. Он предназначен специально для спецподразделений. А начиналось все в 92-м. Вот с таких кустарно изготовленных пистолетов-пулеметов. С началом войны в Карабахе они поступали на вооружение армянских отрядов самообороны. Из-за массы недоработок подобное оружие вызывало много нареканий и вскоре было снято с производства. Однако с началом первой чеченской кампании такие же пистолеты-пулеметы оказались на вооружении боевиков. Это оружие, которое отразило в Чечне, они готовлены в оружии. В той же Чечне делают и аналоги, и коби, того же АКСУ, то есть укороченного автомата калашника, который они называют бордом. Еще до начала войны в Чечне на заводе «Серб» и «Молот» в Грозном было налажено производство бордом, в переводе с чеченского «Волк». Они были в точности скопированы с армянских пистолетов-пулеметов, которые достались чеченским боевикам в качестве трофеев, когда те принимали участие в Карабахском конфликте на стороне Азербайджана. Таким образом, армянские оружейники невольно развеяли низ якобы чеченского происхождения пистолета-пулемета «Порс». Тем временем, производство новых образцов вооружения в Армении не останавливается. И вскоре республика впервые официально заявила о себе, как о стране-производителе стрелкового вооружения. Правда, собирается оно до сих пор вручную, да и станки пока еще оставляют желать лучшего. Однако умение армянских оружейников достойно уважения. Обратите внимание на это оружие. Вот, например, данный пистолет-пулемет имеет одну особенность. Магазин расположен сзади пистолетной рукоятки. Во всем мире такая система имеет название «Буллпап». Мы предусматриваем, что оно будет продаваться. Будет продаваться для спецклиматических условий, велебных условий. Потому что само оружие, оно предусмотрено именно для горных и труднодатомных мест. Хорошо сбалансированное оружие показывает неплохие результаты в стрельбе. Для пистолетов-пулеметов более напоминающие израильские УЗИ применяют традиционные патроны 9 мм. Некоторые скептики отмечают схожесть данных образцов с российскими аналогами. В первую очередь, многие скептики отмечают достаточно низкую стоимость производства оружия. Однако выйти на мировой рынок оружию из Армении пока мешает недоверие потенциальных покупателей к качеству предлагаемого вооружения. Но все скептики сходятся в одном. Что для того, чтобы оценить качественные характеристики, нужно время. Продолжение следует...